добрый день всем любителям дартс ну что наконец-то мы дождались того самого момента когда у нас все таки наступит долгожданная развязка лиги малых городов сезон 2024 года финал дорогие друзья мы с вами вновь возвращаемся в город новоуральск клуб лабиринт постоянную базу новоуральской дартс лиги и сегодня мы понаблюдаем за финалом этого долгоиграющего турнира 7 отборочных туров у нас проходили все участники прежде чем наконец-то разыграть окончательно призовой фонд и вот сегодня только первые два места осталось первое собственно и второе и кто-то из двух этих уважаемых джентльменов а именно роман панчин из города невьянский дмитрий горгулов хозяин турнира из новоуральска будут разыгрывать титул чемпиона лиги малых городов этого сезона ну а мы с вами станем невольными свидетелями этого действия судья поединка сергей озеров также из новоуральска дал отмашку о начале этого противостояния ну и погнали 500 одно та самая игра популярная сама игра в игре дартс именно в нее сегодня будут сражаться снайперы ну а я анкл сэм прокомментирую как смогу этот поединок ух ты неплохо и тот и другой у нас из снайперов 100 плюс сразу же очков набрали но видимо говорят нам о том что противостояние будет довольно таки упорным не не кажется мне что все таки здесь будет подавляющее преимущество хоть одного хоть другого поскольку оба игрока у нас прошли довольно таки суровые испытания прежде чем добраться до этого поединка и значит и у того и у другого навыка говорится хоть отбавляй скромные пока что 28 вот так вот неожиданно набрал роман панчин ну и сколько бы ни набрал судья поединка несомненно занесет их приложение дартс базу именно на нем у нас считается очки данного матча для тех из вас дорогие друзья кто только-только приобщается к игре дартс еще не совсем представляет в чем считать так что смело можете пользоваться данным приложением ссылку как всегда вы найдете в описании к этому видео пользуйтесь тем чем пользуются профессионалы но мы возвращаемся в наш матч вот так вот вновь скромные 45 теперь на этот раз уже от горбунова да как удивительно сначала вроде бы резкий старт от обоих игроков ну а дальше как-то весьма скромно поехали до финиша 1 лего 194 тем не менее у горбунова пока что остается это значит что скорее всего он будет первым на закрытии вот так вот оставляет себе ровное число 150 это значит три була чтобы рискнет интересно дмитрий именно таким способом закрыть оставшиеся очки или нет тем более роман даже еще нисколько не хочет поддавить на него да именно с центра и начинает горбунов а не получился у него первый бросок дротика но тем не менее запишем отметим что любит дмитрий рисковать тем более когда ситуация к этому располагает ой 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 вы посмотрите какую с ног сшибательную меткость просто демонстрирует нам роман пальчик робин гуд когда один дротик попадает хвостовик другого ранее брошенного вот это да меткость но к сожалению как бы хорошо не кидал роман данный результат засчитывается только от одного дротика который собственно игла которого собственно и находится в мишени 33 на остатки у горбунова вернется к мишени конечно же еще дмитрий и говорится повести в этом матче для него будет делом техники романа 116 в остатке давление на горбунова никакого нету решает выйти на 32 и сразу же вы посмотрите с первой же попытки стопроцентный показатель по даблом давайте посмотрим что у нас получилось по среднему набору 75 на 62 вот так вот было резвое начало от романа панчина но до дальнейшем у него как и сейчас после первом же подходе 2 лего весьма удручающие пока что результаты ну и отсюда соответственно весьма низкий средний набор 501 у горбунова ну и конечно же я забыл рассказать для тех из вас дорогие друзья кто только-только приобщается к игре в дарс правила этой игры весьма просты в которую играют наши игроки каждому из игроков дается это число 501 его задача списать эту сумму ровно до нуля как можно больше набирая в каждом из подходов ну а последний дротик при этом должен быть обязательно брошен в удвоение ну как мы уже видели в первом подходе горбунов бросил в удвоение например 16 ну либо в центр самый центр мишени это красная точка которая равна 50 очкам ну и как только сумма спишется до нуля это значит игрок выиграл один лэг ну а в рамках нашего матча и поединка задача одного из этих игроков добиться семь раз побед и тогда звание чемпиона будет числиться за ним во втором лаге у нас горбунов опережает уже своего визави 319 почти что 30 очков плюс это значит если дальше будет ситуация также развиваться то у дмитрия есть неплохие шансы на то чтобы сделать брейк брейк это когда игрок выигрывает один из лэгов не на своем начале учитывая что второй лэг начинал роман то есть и дмитрий сейчас заберет его то вот этот самый брейки наступит еще раз неплохо соточку накидывает горбунов не отстает он своего соперника есть утроение от панчина ух второй дротик предательский пока что улетает но тем не менее вы посмотрите 125 прилетает сопернику венца получить и распишитесь но не тут-то было горбунов уже два дротика в утроении чуть максимума дмитрия не прилетел уже во втором лаги вот так вот нежданно-негаданно казалось бы был роман фаворитом на своем начале но вот он горбуновой очередные 79 есть возможность сейчас на 60 выходит дмитрий медалька удвоение 20 останется одна попытка у ее какой далекий промах то вы посмотрите даже не рядышком кладет удвоением видимо на автомате мышечная память сработала 89 для панчина попадает утроение ну что удвоение пятерки вы посмотрите какая эмоциональная реакция от романа очень красиво сыграл тоже показывает пока что стопроцентное попадание в даблы ну и кулачок отбивает ему единственный болельщик который пока что присутствует на этом поединке это игорь рамулов собственно напарник романа из одного и того же города они приехали поучаствовать в этом турнире из невьянска ну и к слову кстати отметить раз уж заговорили об этих фамилиях данный финал это собственно повторение самого первого отборочного тура который еще прошел в октябре аж 2023 именно тогда у нас и роман и дмитрий первый раз в этом сезоне сошлись лицом к лицу и но в той встрече победил дмитрий со счетом 75 довольно таки упорная была борьба ну и пока что как мы видим уже сразу же со второго лего борьба завязывается и здесь уже один один ну а напарник статьи игорь рамулов который у нас присутствует в роли зрителя тоже здесь удалось ему поучаствовать в одном из финалов а именно во втором и тогда он одержал победу в отличие от романа кстати был победителем до в отборочных турах что принесло довольно таки не маленькое количество рейтинговых очков ну а по поводу того что такого рейтинговые очки как они начисляются и на что главное влияет об этом я вам друзья расскажу чуть позже когда у нас начнется четвертый лайк давайте понаблюдаем все таки за тем как у нас разворачивается борьба в этом 203 на 330 горбунов пока что явный фаворит на своем начале но опять же у романа ну как мы видим качает он головой до что-то не клеится еще умудряется разводить руками достаточно эмоционально реагирует собственно какие на свои попадания так и на промахи горбунов и цепляет утроение дмитрий не соточка в исполнении игрока в темно-синий футболки в этом сезоне у игроков ндл слегка обновленный дизайн если раньше играли они в чисто белых футболках то есть в этот раз решили более темную так сказать ночную тему применить так попадает горбунов у двое и восьми ух как близко на этот раз кладет дмитрий чуть было окончании стоп лишь не прилетело уже на старте матча но здорово играет и тот и другой видимо решают игроки каждый брать свое начало видимо если таким и дальше макаром игра у нас пойдет чем черт не шутит увидел с вами решающий лэк три дротика на удвоение 4 для дмитрия два пристрелочных отличный забор установил горбунов и да срикошечивает таким же образом третий снаряд счет 21 в пользу дмитрия ну и по среднему набору пока что цифры держатся на протяжении всего поединка у романа даже чуть-чуть опустились показатели в этом плане придется ему конечно чуть чуть прибавить если он все-таки не хочет проигрывать в этом поединке ну а пока игроки вновь у нас занялись большим набором большим списываем в наборе очков как я обещал собственно давайте вернемся к тому что такое рейтинг не так во первых стоит отметить прежде всего что лига малых городов данный турнир задумывался организаторами прежде всего как большая тренировочная площадка что я под этим имею ввиду то есть собственно и большинство турниров конечно во многих турнирах где принимают участие игроки естественно там получают они игровой опыт но в чем минус официальных больших турниров в том что как правило матчи участие игрока длится до первого поражения то есть как только игрок какой-то стадии плей-офф проигрывает то на этом его игровой путь заканчивается можно найти в раздевалку переодеваться и отправляться собственно домой тренироваться дальше отличие же лиги малых городов заключается в том что несмотря на как бы не сложился результат выиграл ты проиграл дальше у тебя снова идет игровая практика то есть если ты выиграл то ты играешь с тем кто выиграл если ты проиграл то ты играешь с тем кто проиграл в первом круге более того даже если ты прыгал второй раз то ты опускаешься на сеточки пониже и играешь с тем же игроком который тоже в другой части сетки проиграл два раза и таким образом у нас все игроки параллельно двигаются по сетке что вверху в таблице, что внизу таблицы что в середине и таким образом все мишени все время заняты все игроки постоянно играют и более-менее постепенно играют с игроками своего уровня если вдруг кому-то не повезло и он сразу попал на сильного игрока то постепенно уровень его соперников снижается и в какой-то момент он находит игроков своего уровня и там уже игры происходят вплоть практически до решающего лего и от того тем игрокам интереснее получать игровой опыт в лиге малых городов так, Паншин у нас выходит на удвоение 20 пока что я разговаривал, ой, снова попадает на удвоение 5, как во втором леке помните, когда он закрыл 89 шикарно, конечно, играет Роман но на этот раз слегка чуть-чуть не удалось ему заработать победу но, тем не менее, Горбунов пока что еще далеко ой-ой-ой, какие неудачные броски сейчас совершает Дмитрий ну и Роману ничего не остается как технично завершить этот лэг в свою пользу удвоение 15 справляется довольно-таки легко Паншин еще 2-2 у нас в поединке ну так вот, а теперь возвращаясь собственно к рейтингу к рейтинговым очкам, которые зарабатывают игроки так вот, если игроки как бы они не сыграли доходят, собственно, до конца и занимают какое-то место в сетке плей-офф то соответствующее количество очков в рейтинг они не получают ну а чем выше в рейтинге тем большую сумму этих самых рейтинговых очков получает игрок за участие в очередном отборе по итогам сезона после 7 отборов в самый финал где будут, собственно, и разыгрываться денежный призовой фонд только 16 лучших из всего рейтинга будут участвовать в розыгрыше всего призового фонда но несмотря на это другие оставшиеся также разыгрывают там какой-то небольшой приз поощрительный тем не менее тоже получают дополнительный свой игровой опыт к слову отметить 16 игроков участвуют из 16 же игроков получат какую-то долю от призового фонда таким образом что у нас по итогам всего турнира все 16 игроков уйдут с какими-то долей призовых есть, ну, естественно чем выше призовое место тем эта доля гораздо выше 235 на 400 совершенно не клеится игра в этом лагию Романа ну, Дмитрию, я думаю, вновь не составит каких-либо серьезных проблем завершить этот дайк в свою пользу выходит он на окончание 170 так называемая большая рыба big fish по-английски такой вот жаргончик от игроков дартс мы узнаем два утроения 20 и, конечно же, центр мишени но Дмитрий достаточно далек от этого всего лишь скромные 45 в этот раз Роман, возможно, попробует 125 набрать нет, не получается вот, вы посмотрите не клеится у него вроде бы бросает то же самое, да каждый раз одни и те же броски но насколько притательский дротик улетает мимо желанной цели Горбунов попадает утроение 20 Дмитрий неожиданно улетает в дабл наверняка хотел все-таки выйти на удвоение 16 тем не менее сейчас осталось только удвоение 8 для Дмитрия будет у него очень большое количество дротиков но вы посмотрите Роман тоже очень хорошо знаком с дартс математикой 170 себе оставляет по протоптанной можно сказать дорожки проходит Паншин что и Горбунов ему показал перед этим ну а пока что я рассказывал вам об этом Дмитрий довольно-таки легко самую выводу в притирочку с провокой кладет свой дротик и счет 3-2 уже в пользу одного уральского игрока Роман вновь пускается в погоню весьма успешно на этот раз 120 прилетает после первого подхода так вот есть утроение 20 от Дмитрия похожая ответочка будет да попадает Горбунов 135 действительно вау как у нас довольно-таки симметрично играют игроки если один попадает то и другой тут же не не откладывает в долгий ящик с ответом если один из игроков мажет то и второй собственно после этого не шибко то наседает не решается оказать серьезное давление когда зачем когда игрок игрок и так в принципе недалеко убежал 306 вновь Дмитрий не на своем начале начинает слегка опережать своего соперника ой на этот раз панчен все три дротика улетает в соседний с 20 сектор Горбунов очень редкое явление когда Дмитрий играет через 19 сектор но все-таки по канонам дарс математики обязан был он играть окончание 306 первым дротик через 19 все-таки предпочитает больше ориентироваться на математику Дмитрий нежели на свое мастерство попадать куда он захочет в любых ситуациях по большому счету да действительно друзья если вы настолько искусный игрок что можете попадать в любую цель которую выберете то собственно дарс математика вам особо-то и не нужна поскольку в принципе вся арифметика направлена в первую очередь на то чтобы просто повысить вероятность своей победы конечно в детали я сейчас погружаться не буду за счет того почему первый дротик должен быть именно туда второй туда все это конечно познается игроками на протяжении очень весьма длительного времени поскольку сами понимаете начиная от 41 и дальше у нас все эти комбинации каждый из игроков просчитывает тренирует на тренировочных сессиях ну а тем временем дмитрий вы поставите вновь с первой попытки закрывают удвоение двадцатки и уже совершает таки первый брейк в этом матче дорогие друзья счет у нас 4-2 неужели вот таким вот образом у нас будет развиваться цепочка собитей в этом поединке казалось бы да каждый берет лайк на своем начале но не тут то было дмитрий все-таки повел как раз таки на экваторе матча остается он буквально в трех лэгах то время как четыре уже выиграл судья поединка у нас Сергей Озеров продолжает судить строго но крайне справедливо пока что никаких у нас эксцессов в этом плане не произошло а бывает иногда на финалах всякое тем учитывая статус все-таки поединка и какая ответственность ложится на плечи рефери так Панчин промазал у нас мимо девятнадцатчика решает вот таким вот образом своеобразная буква В английского алфавита у нас двадцать девятнадцать восемнадцать именно ее контуры нарисовал Панчин у нас на мишени Горбунов девяносто пять вновь неплох Дмитрий на своем начале в этом поединке будет ответочка похожа от Романа нащупал нащупал свою игру наконец-то первые сто сорок от Панчина мы с вами дорогие друзья наблюдаем были уже несколько наборов сто плюс но пока что сто сорока от невьянского игрока еще не было в этом поединке соточка очередная соточка от Горбунова накидывай по соточке не промазывай подавлом и победа будет у тебя в кармане придерживаться такой тактики у нас Дмитрий но пока что Роман все-таки умудряется сохранять хладнокровие в этом лэге и уверенно преследует игрока в синей футболке еще будет сотня нет на этот раз все-таки умудряется дротик предательски отскочить в соседнюю единицу тем не менее своеобразный Шанхай оставляет себе грабунов если до этого мы с вами уже ознакомились с термином большая рыба то на этот раз комбинация утроения 20 и удвоение двадцатки этот и есть тот самый Шанхай который очень часто используют игроки в своей игре есть шанс у Паншина закрыть 110 ой как обидно конечно улетает дротик соседнюю пятерку тем не менее 40 ну что Дмитрий уже закрывал окончание 70 плюс сегодня 72 в остатке нет очень грубые промахи два промаха мимо нужного сектора посмотрите только последним дротиком себя выручая Дмитрий заползся в подсчетах немножко да но у Паншина три дротика сделать ответный брейк первый неплохой в принципе маркер поставил от него бы сыграть и вы посмотрите именно так и играет Роман по бильярдам у сваячка забил во двоение 20 как быстро у нас да меняется ситуация казалось бы вроде бы Горвунов был на коне но неудивительно в принципе ожидать такое от Романа как я и говорил в первом отборочном туре этого сезона уже не играли там была весьма упорная борьба ну и как мы видим пока что несмотря на почти полгода практики игровой не особо то расклад сил поменялся и борьба между двумя этими снайперами продолжается 4-3 а вновь есть утроение по футбольному в девятку вонзил свой вольфрамовый снаряд панчин соточка в исполнении Романа вы посмотрите на своем начале как уверенно начал играть видимо воодушевился сейчас Роман после такого удачного попадания в дабл горбунов было вроде бы казалось бы дротик в утроении но судья поединка вынужден все-таки как я и говорил строго но справедливо завести в приложение даст база всего лишь 40 очков считается только то что находится по окончании подхода находится в мишени ну а там всего лишь было два дротика вы посмотрите какое большое отставание у горбунова вряд ли он сейчас сможет что-то противопоставить панчину в этом поединке но тем не менее пытается дмитрий пуститься в погоню а что вдруг соперник забуксует на удвоениях как это нередко бывает но опять же все-таки класс игрока говорит нам о том что такое возможно но очень нередко иначе бы эти игроки не были бы настолько сильными относительно опять же если смотреть по рейтингу 140 вы посмотрите два раза по 140 от горбунова и уже он достаточно близко находится от панчина рома тебе нужно закрываться прямо сейчас ой-ой-ой не получается утроение 18 от панчина скромный 58 что есть вновь казалось бы призрачный шанс у горбунова так утроение 17 есть на пул выходит Дмитрий уже руками разводит Роман неужели сейчас будет такое вот событие нет не получилось на этот раз у Дмитрия но отметим все-таки как только Роман ему предоставил эту возможность попытка все-таки закрыться через центр у Дмитрия была весьма неплохая достаточно близко дротик лег от центра панчин справляется Роман с третьей попытки и счет у нас равный в этом матче 4-4 все приходится начинать сначала очередной кулачок от своего болельщика и теперь уже к этой ситуации оба игрока подошли в разных психологических состояниях Дмитрий два лога проиграл соответственно может быть слегка расстроен но Роман наоборот возможно поймал кураж два лога подряд выиграны у лидера этого сезона по итогам всех отборочных турниров а между прочим стоит отметить что для того чтобы участвовать в финале учитывается из 7 отборочных турниров только 5 лучших результатов то есть мало ли что бывает на протяжении этого периода складываться у игроков то есть кто-то может быть в отпуск поехал кто-то может быть недомогание какой-то болезнь на какой-то период то есть организаторы предоставляют такую возможность игрокам пропустить пару турниров и от этого не пострадает его турнирная ситуация в итоговом решающем рейтинге ну и вот и Дмитрий собственно воспользовался этой ситуацией участвовал только в 5 турнирах из 7 возможных ну и по результатам даже этих 5 лет участий занял он в итоге первое место 220 на 333 вот такая ситуация у нас к середине уже получается 9 лэга вновь борьба у нас получается весьма упорной меняются у нас периодически болельщики которые приходят посмотреть чем же заканчивается развязка данного финального поединка но как я и говорил потому что даже участие игроков в финале не обеспечивает необходимое количество большого зрителей поскольку все другие игроки продолжают разыгрывать свои места а их я напомню даже в верхней сетке плов целых 16 поэтому даже за 15 за 16 место вынуждены игроки посоперничать чтобы заработать чуть больше призовых 138 на 108 так попадая Дмитрий неужели удвоение в 12 хотел два раза по 57 не получается такой идеально выстроенный план надежный план как швейцарские часы но из-за исполнителя а именно корявых рук не сработало удвоение 16 для панчина справляются вы посмотрите три лего подряд как я и говорил наверняка Рома сейчас находится в состоянии куража весьма неплохо получает заслуженную порцию аплодисментов от своего единственного болельщика пока что 76 на 70 и возрастает у нас потихонечку средний набор у обоих игроков раскочегарились конечно наши снайперы теперь уже Дмитрий находится в роли догоняющего посмотрим насколько он способен справиться с нервами и волнением наверняка которое уже вольно-невольно начнет посещать игрока да чешет лоб Дмитрий как же я оказался в такой ситуации когда совершенно недавно ввел два лего вперед над своим визави 375 продолжает наращивать давление панчин гарбунов очень кучно кладет дротики Дмитрий но совершенно не туда вы посмотрите все три дротика практически в одну точку чуть повыше бы буквально и конечно же это было бы 180 очков но было бы здесь не работает тема игра Дарци хороша что здесь все предельно ясно и четко никак ты здесь не смуклюешь не изловчишься все видно у нас и вот вы посмотрите Робин Гуд в такой момент на этот раз от Горбунова но просто у нас абсолютно равные игроки и тот и другой у нас похвастались умением как попадать в утроение как мазать утроение так и собственно в мастерстве попадания в Робин Гуда таким вот образом у нас отличается и тот и другой снайпер симметричная дартс игра цепляет утроение Дмитрия два раза цепляет утроение Горбунов пытается пытается опуститься в погоню дальше уже откладывать будет проблематично если сейчас Роман выигрывает то уже останется ему один лэг и это очень тревожная будет ситуация для Дмитрия конечно же лучше сейчас совершать брейк нежели откладывать до ситуации когда будет отставание в два лэга это будет крайне рискованно учитывая какой класс игры показывает Панчин в этом сезоне ну а как только этот сезон у нас закончится совсем скоро уже дорогие друзья начнется новый сезон ну и к слову отметить новый сезон Лиги Малых Городов потихонечку в этом сезоне у нас уже средняя численность игроков которые принимают участие возросла аж на 4 человека то есть если раньше где-то примерно 38 участвовала в отборах приезжала из разных городов Свердловской области то в этом сезоне уже порядка 43-42 то есть потихонечку тенденция на увеличение количества участников ну а в новом сезоне уже заявки прислали игроки из двух городов которых раньше пока что мы не наблюдали так что посмотрим насколько активными они будут в этом сезоне и Горбунов пока я разговаривал закрывает очередной Лег Дмитрий совершая брейк 5-5 вынуждены мы с вами стать свидетелями 11-го Лега затягивается у нас борьба вновь с двадцатки начиная Дмитрий забыл я конечно же упомянуть что именно через верх мишени предпочитает играть практически всегда Горбунов бывают конечно случаи когда 19 но опять же это связано в первую очередь с Дарс математикой поскольку предпочитает Дмитрий придерживаться именно хрестоматийных подходов когда нужно четко по математике играть 341 на 456 остается у нас два буквально верни почему два возможно затянуться но потребуется как минимум два Лега Дмитрию для того чтобы поддержать победу в этом матче но до этого еще придется весьма и весьма поработать роман пока что отстает не на своем начале это для него конечно же весьма тревожно вновь у нас было какое-то количество зрителей и вновь они куда-то разбежались наверняка все-таки играть за очередные высокие места присутствовали у нас здесь Александр Самарич и Юрий Малкин который в свое время в паре с Дмитрием на Кубке России мне кажется если память изменяет добрались аж до второго места заработали серебро на столь престижном турнире но сегодня вынуждены быть в роли соперников 240 на 280 относительно ровно в этом лаги идут оба наших уважаемых джентльмена так чем покажет 54 вернее сколько наберет в этом подходит Дмитрий скромный 54 Роману есть возможность оказать давление еще одно утроение нужно ох как рядышком с утроением улетел третий снаряд но тем не менее вырывается пусть немножко вперед Роман показывает ему судья сколько у него осталось хотя естественно все видно на цифровом табло которое у игроков как раз таки над головой находится вот таким вот 65 решает на 116 выйти Роман Робунов попал в утрене 18 Дмитрий один дротик остался на двене 16 ой-ой-ой как далеко отскакивает дротик но совершенно никуда куда хотелось бы Панчин 116 в остатке у Романа пытался выйти на топ с Панчин но не получается Горбунов 32 3 дротика Романа все меньше и меньше шансов чтобы хоть что-то поймать в этом лагере ну вот первые попытки Горбунов таким образом закрылся ситуация крайне напряженная по лезвию битве сейчас ходит Роман Панчин ну и понимая всю ответственность решил он взять такую небольшую паузу для физических упражнений а Горбунов там что-то пританцовывает все хорошо у Дмитрия ведет он пока что в этом поединке остается буквально в одном лагере завоевание очередного титула есть утроение единицы но тем не менее пока что судя по физиономии Дмитрий не унывает даже два утроения крайне скромное начало я думаю для Романа такие новости конечно как бальзам на душу да пусть даже 60 это гораздо больше нежели тот результат который показал Дмитрий в предыдущем подходе не стоит тут действительно огорчаться соточка в исполнении Дмитрия тем не менее опускается в погоню есть еще пусть и не такой явный тем не менее шанс сделать очередной брейк сегодня сделал аж целых два раза два брейка я про Дмитрия говорю ну а где два там и собственно и три может быть почему нет 279 для Паншина цепляет утроения даже два раза цепляет утроения Роман отличный старт на 164 выходит невьянский игрок вновь атака через 19 и вновь все по математике играет Дмитрий не желая каким бы то ни было образом упускать даже математической математического шанса на то чтобы выйти на удобное окончание временем Роман получилось у него один раз цепануть утроения но в дальнейшей дротике всего лишь просто в сектор тем не менее 68 в остатке атака конечно уже скорее всего будет через 20 нет все я абсолютно друзья прочитался абсолютно не понимаю как играет Роман Панчин вот так вот умудряется он играть на удвоение единицы неожиданный выход но тем не менее даже с такой игрой посмотрим насколько кстати для тех из вас кто-то приобщается к игре дарт окончание 2 это так называемый Сталинград когда отступать уже дальше некуда все что называется приехали ну или приплыли бобры на дачу вот загнал себя вот такую ситуацию Роман и теперь вынужден с ней разбираться 80 в остатке у Горбунова нет не получается попасть в утроение у Дмитрия ну что возможно последний шанс для Романа еще вернуться в игру раз маркер отличный два уже забор из дротиков и три аллилуйя попадает Роман аплодисменты заслуженный что от судей что от болельщика очередной отбитый кулачок классно сыграл Роман Патча но вы посмотрите под каким просто бешеным лютым давлением играл этот игрок тем не менее справился такие и с нервами психологически успокоился а может быть и не успокоился пусть даже с каким-то тревогой и волнением но тем не менее с третьей попытки максимально затягивал интригу конечно классно сыграл ничего не скажешь вот когда есть другие удвоения да когда у вас есть казалось бы ты промазал собственно внутрь сектора у тебя еще есть шанс потом в следующем подходе вернуться и вновь начать с другого уже сектора но здесь единицу попадая в сектор сразу и лишаешь себя возможностей на дальнейшее продолжение по крайней мере в этом подходе и от того присутствует определенное напряжение тревога так сказать боязнь совершить ошибку игроков но тем не менее здесь игроки у нас такого класса что даже такая ситуация не позволяет им промахнуться что в очередной раз нам и доказал Роман Панчин отлично игра его в исполнении есть возможность теперь заработать титул но для этого тоже вновь придется постараться Горбунов на своем начале Дмитрий первым начинал этот лэг и на своем начале да он уже пока что ведет у Романа отставание и весьма существенно учитывая то как развиваются события очень много нужно набирать ему в этом подходе ну как минимум 140 а это значит два утроения а игра то не клеится что вниз что вверх улетают снаряды боди наскочил в нужное место нет не получается и Дмитрий мне кажется будет первым из игроков который выйдет на окончание ну а может быть и нет вы посмотрите как у нас развиваются события а всего лишь 40 очков нет справляется только с третьим дружеском Дмитрий а именно отправляет его туда и куда и хотел тем временем вы посмотрите что происходит у Паншина крайне скромные 30 очков после такого казалось бы подарка от соперника да ну когда если не сейчас но тем не менее вот наблюдаем то что мы наблюдаем соточка в исполнении от Горбунова и 48 очень хорошее окончание также которое позволит Дмитрию закрываться через удвоение 16 сектора ну а даже если и промахнется восьмерку то выход на 20 гарантирован но вы посмотрите что происходит удвоение 16 стартует Горбунов но мне кажется даже сам Дмитрий не ожидал именно такого развития событий для Романа какой-то призрачный шанс 107 в остатке нужно утроение 19 нет не попадает Паншин в зеленый сектор и очередные три дротика для Дмитрия давление Роман оказал но насколько серьезно давайте с вами понаблюдаем накануну у нас титул чемпиона Лиги малых городов сезона 2024 года очень долго идет обсуждение что осталось интересно на руку вот может сбить такая долгая пауза игрока а может быть и нет такой глубокий выдох у Дмитрия три дротика удвоение восьми ой 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 вы посмотрите действительно грубый промах и лишь только за второй попытки справился игрок в темно-синей футболке и второй титул подряд чемпиона зарабатывает Дмитрий в этот раз в противостоянии с Романом Паншиным отличная игра от обоих снайперов как я уже говорил в начале этого как начали этот сезон эти игроки в первом отборочном туре так и закончили в финале но уже на этот раз со счетом 7-6 хорошую игру показал и тот и другой оба умели как забирать лаги на своем начале так и показали мастерство совершения брейков игры под давление особенно тот самый Сталинград памятный исполнение Романа Паншиным но к сожалению для него соперник не настолько расстроился от сложившейся ситуации чтобы его игра при этом кардинально ухудшилась вот так вот решают сфотографироваться на обложку данного матча игроки судья поединка у нас Сергей Озеров выступит одновременно и не только в роли судей но и в роли фотографа ну а мы с вами дорогие друзья посмотрели этот поединок и увидимся с вами конечно же в следующих видосах из Новорайска Дарстлиги в том числе и с начала нового сезона Лиги Малых Гордов который стартует уже в октябре 2024 увидимся с вами совсем скоро на сегодня все адьос amigos я не сказал попфуза но требует так на сегодня на сегодня Субтитры сделал DimaTorzok